Они не жалеют себя, часами тренируются в зале. Это колоссальная нагрузка на руки, спину и пресс. Илья Минибаев, известный в кругах брейкеров как Бибой Лил Я, выступал за Коголымскую мужскую команду на первенстве в Нижневартовске в номинации «Мальчики 10-15 лет». Танцоры заняли первое место в командном зачёте и вошли в золотой резерв округа. Это называется баттлы 3 на 3. Вы с командой показываете свою силу духа, делаете свои связки, командную работу. И вот так вот можно выиграть, выигрываем. Это было очень сложно, потому что были очень сильные соперники. Спасибо тренеру, он нас тренировал. Мы готовились, прокачивались, тренировались, крутили много. Вот так вот мы и выиграли. Коголым представляли более 30 танцоров. Юноши и девушки выступали в разных номинациях, как в личном, так и в командном зачёте. Итог первые и призовые места. Всё благодаря тренировкам по несколько часов в день. У меня дыхалка, я могу вывести тяжёлый раунд. Допустим, Лёша, у него стиль, и он, ну, как-нибудь там может фишку какую-нибудь сделать, и это всем может понравиться. Илья, он безбашенный и может там в плечо прыгнуть, может сальто сделать. Мы сначала проходили отбор, кто прошёл отбор, тот баттлица. Мы баттлились и так до финала дошли. Если в 90-х годах там было 15 секунд выхода, там что-то он показал, а сейчас у нас просто по минуте выход, чтобы, например, тот же Светья рассмотрел твой выход и поставил категорический балл. Чтобы стать, как сказать, хорошим, ну, короче, надо это желать, чтобы у тебя была мечта, чтобы ты стремился к этому. Если ты ни к чему не будешь стремиться, вот будешь сидеть и в пропусту тратить своё личное время. Девочки тоже бывают би-боями. На своём первом выездном соревновании Стелла Баскакова выступала соло. Ей немного не хватило до первого места, но мама всё равно будет рада. Мама раньше в детстве хотела заниматься брейк-дансом. В итоге она приехала слишком поздно в КГУ. Ей было 16 лет, и они приняли брейк-данс, и она решила меня отправить на брейк-данс, и мне понравилось. Студия современного танца Boombox Kids успевает не только добиваться спортивных успехов на первенствах, но и на фестивалях уличных субкультур участвовать. Недавно ребята вернулись из Ноябрьска, заняв два вторых и одно первое место. В этот раз мы сделали немножко послабее результат, потому что все предыдущие года, три года подряд мы были шестикратными чемпионами во всех номинациях соло. Потом мы немножко взялись, да, взялись за себя уже такие, распереживались. И в командных номинациях, первое, второе, третье, все подряд места взяли. В двух номинациях, это в 10-15 лет и в 16-18 лет. Индивидуально каждый судья смотрит, потому что я всегда детям и родителям объясняю, что это субъективное мнение, это танец, и каждый его видит по-своему. Да, ребёнок расстраивается, да, тяжело, но мы должны понимать, что кто-то смотрит технику, кто-то музыкальность, кому-то нравится харизма ребёнка. Из 30 участников 16 прошли на соревнования УРФО. Сегодня Золотой резерв округа готовится к выезду в Екатеринбург. Первенство пройдёт 18 и 19 февраля. Результаты покажут, смогут ли гоголымские спортсмены выйти на всероссийский уровень и побороться, а точнее станцевать за главную победу. Юлиана Сотник, Михаил Суханов, Наши города.